Всем привет, меня зовут Алёша и я одногруппник Паши Устинова. Мы все здесь выпускники школы Райкина. И это видео в поддержку невиновности Паши, свободу Павлу Устинову. Выпускники театральной школы Константина Райкина, в том числе и однокурсники Павла Устинова, не остались в стороне от многочисленных акций и флешмобов в поддержку своего товарища, которого осудили на 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия против росгвардейца. Знаете, 4 года вы проводите с человеком бок о бок. Каждый день с 9 до 12, постоянно, человек, который ничего не делал в принципе противозаконного, вообще ничего не делал противозаконного, попал в такую ситуацию. Я знаю, что у него не было никогда какой-то политической позиции. Он был абсолютно человек аполитичный и никогда не совался вот в это. И как он мог выражать какие-то там свои взгляды, если он за 20 минут до этого был на автозаводской и пил с девушкой кофе. Ситуация стала развиваться молниеносно после того, как почти в одно и то же время в защиту Устинова выступили руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин и актер Александр Паль. Сегодня нашего коллегу по цеху Павла Устинова судили на 3,5 года строгого режима. То, за что его судили, мне кажется, не соответствует действительности. На видеозадержании прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивлением сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции, что он не выкрикивал лозунги. И самое главное, самое удивительное, что это видео в суде не рассматривалось как доказательство. В то же время представители театрального сообщества во главе с тем же Райкиным направили обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под контроль пересмотр приговора актеру Павлу Устинову. Просим его обратить внимание на этот беспредел, просим конкретно вмешаться, может быть, не в работу суда, но вмешаться вообще. Ведь эти же люди носят погоны, государственные погоны. Они должны защищать людей, а не, наоборот, набрасываться на них. И мы вправе вообще-то рассчитывать на их поддержку. Ну, в общем, это все в письме есть. 24-летний Павел Устинов – начинающий актер, бывший студент высшей школы сценических искусств, которую основал Константин Райкин. После окончания вуза Устинов пошел служить в армии. Он сейчас, у него карьера, вот сейчас должна была быть, должна начаться, поскольку он после института сразу пошел в армию. То есть два года назад он закончил институт, летом он закончил, осенью он ушел в армию и через год только вернулся. И вернулся в тот момент, когда все сезоны уже начались в театрах. И надо было подождать еще там полгода или восемь месяцев, для того, чтобы попасть вот в следующую обойму. Ну, что и происходило. Но вместо этого он попал вот за решетку. Приговор Устинову вызвал широкий общественный резонанс. Десятки политиков, деятелей, культуры, шоу-бизнеса, священников, учителей и представителей других профессий высказались в поддержку актера, осудив действия властей. Генеральная прокуратура России направила в Московский городской суд жалобу на меру пресечения Устинову. Ведомство просит отпустить актера из-под стражи под подписку о невыезде. По версии адвоката Анатолия Кучерены, Мосгорсуд планирует 20 сентября рассмотреть этот вопрос. О смягчении наказания заговорил и директор Росгвардии Виктор Золотов. «Я бы со своей стороны максимум дал бы один год условно», приводит слова Золотова агентства Интерфакс. Мумиша Киров, Радио, Свобода, Москва.